итак сегодня так как мне надо есть крупы я решила приготовить гречку с печенкой для того чтобы печенку сделать как меня учил моя подруга из эстонии в лондоне надо нарезать лук колечками и засыпать на сковородку печенку сейчас попробуем это сделать вот так вот полукольцами я их нарезала его лучок сейчас будем его жарить он не рассыпается попробуем правой рукой снимать конечно и готовить не очень удобно постепенно пока второй ручок нарежем да кстати в макси доме купила такую штучку ой гречка уже для вот этой вот палочки мешал очки виде баклажанчика такая штука до света уже не хватает гречка горит на маська все снимает так зарежем второй лучок ну вот жарится у нас лучок жарится восьмерочки надо переключить немножечко на другую пусть на пятерочки так и гречка пока нарежу печенку и такими небольшими кусочками разрезаю ну и не маленькими сейчас будем засыпать все это просто вот режу разрезаю их одной рукой как всегда неудобно надо покупать трепот раз лечью заготовку взялась или трипота так как английский это трипод по-русски даже не на три нога по-моему называется в общем чтобы телефон сам по себе висел у меня руку не занимал пока вот так разделяем надо все вот это мне разделить пока отключаюсь ну вот нарезала целую гору пучонки перелычок что тут у нас помешать верно на шестерочку надо то он совсем перестал поджариваться речка почти готова так терочку горочку гречка что у нас гречкой пусть еще чуть-чуть поварится надо подсалить и перемешаем соль рассыпала к чему бы это так что с лучком до жаривается включаем на полную полная горит полная гречка нам не мешает и теперь мы жарим целенаправленно лучок его можно уже не дожаривать и мягенький уже получился и хватит еще его пережаривать высыпаем печенку куриная печеночка как давно я тебе не ела было дело в лондоне года два или три назад давно я ее не готовила вот уже прожаривается потихонечку наша печеночка уже снимки текут вкусняшка еще поджарится чуть-чуть и будем засыпать метаму ну вот печенка у нас почти готова сейчас испарится вот это вот вся вода посихонечку и можно уже будет добавлять сметанку смотрите как сварилась но кстати пахнет она не так как английская в английской более такой насыщенный запах именно печенки интересно попробуем какая же она на вкус курица куриная печенка в россии воды не так уже много осталось вроде бы как все прожарилась проварилась проварилась поэтому мы выключаем с восьмерочки переключаем на петерочку нам потушить надо и добавляем сметанки полбанки такой вот достаточно полбанки сколько тут миллиграмм 330 ну 150 грамм нормально вкусная сметанка вот так немножечко тушим гасим так скажем печенку сметанки чтобы она была помягче вот такое объедение уже смотрится вкусняшка загасили да кстати подсолить забыла сейчас подсолим ну пусть еще так немножечко протушится прожарится проварится наверное все таки протушится потому что в жидкости это почти что варка так это мы сюда на мой баклажанчик теперь подсолить подсолим красота да и только так ну что попробуем кусочек маленький какой нибудь где тут его найти а вот маленький это ммм ой горячий вкусняшка прямо такая мягкая получилась печеночка ну тогда накладываем гречку я уже нажила немножечко наберем с водичкой прямо на гречку и соусом полить не забыть сметанами так еще немножко мясца все таки я еще мясоед на веганство не перешла вот вот это хорошая порция прямо такая полненькая хорошенькая все а это мы оставим мама сейчас придет покушать и на завтра еще останется нам по порции все выключаем плиту почистим и кушать приятного аппетита ну вот так вот это все выглядит не знаю красиво некрасиво но по крайней мере очень вкусно приятного аппетита и в в Продолжение следует...